Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско. Закон не забор, через него не перерезешь. Законодательством предусмотрено ответственность за нарушение миграционных правил. Какие правонарушения могут дорого стоить мигранту или его работодателю? Можно ли в суде уменьшить сумму штрафа? Об этом вы узнаете в нашем новом видео. Одной из форм государственного контроля иностранцев является миграционный учет. За нарушение миграционных правил нарушителю грозит административный штраф, причем штраф может быть нагазан как работодатель, так и сам иностранец. Рассмотрим топ-6 нарушений в области миграционного права. 1. Нарушение иностранцам правил въезда в Россию или режима пребывания в ней. Это самый распространенный вид нарушений. Иностранец, имеющий ВНЖ – вид на жительство в России, должен подать в течение двух месяцев уведомление в территориальное подразделение МВД о подтверждении своего проживания в нашей стране. Мигрант должен также соблюдать режим пребывания в России. Нарушение указанного срока и режима пребывания чревато штрафами от 2 до 5 тысяч рублей. При этом иностранца могут оштрафовать и выдворить за пределы России, если нарушение выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, то размер штрафа составляет от 5 до 7 тысяч рублей. Нижний предел санкции, как правило, назначают иностранцам, которые впервые совершают правонарушение и раскаиваются в этом. О судебной практике в таких случаях расскажет юрист компании «Роско» Татьяна Кременюку. Например, иностранец из Узбекистана нарушил режим пребывания в России, по истечении определенного срока пребывания не выехал из нее. Причину нарушения иностранец объяснил в отсутствии денег для выезда из России. Поскольку иностранец полностью признал вину и совершил нарушение впервые, то ему был назначен минимальный штраф в размере 2 тысяч рублей. При назначении наказания учитывается личность нарушителя, признание им вины, наличие на иждивение малолетних детей, отягчающим обстоятельством является повторное совершение такого же нарушения. В этом случае виновнику назначается повышенный штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Продолжим. Второе. Нарушение правил пребывания иностранцев в России. Это может очень дорого стоить работодателю от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Например, работодатель, как принимающая иностранца страна, может заплатить штраф за то, что не уведомило в трехдневный срок территориальное предпределение МВД об изменении срока пребывания иностранца в России. При этом суд не снизил размер штрафа, посчитав, что работодатель не принял никаких мер для соблюдения правил миграционного учета. Прием на работу иностранных граждан – очень ответственная и трудоемкая процедура. Если в вашей компании работают знающие сотрудники отдела кадров, можно, конечно, возложить данную процедуру на их плечи. Но куда более разумно будет обратиться в компанию «Роско». Мы быстро и качественно сделаем все за вас, поможем избежать возможных ошибок и неточностей. Для получения помощи от компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. В судебной практике также есть дела, касающиеся наказания работодателя за то, что он при увольнении иностранца вахтовика не уведомил о его убытии. Правда, суд может снизить штраф до 200 тысяч рублей, поскольку высокий размер штрафа является значительным для малого бизнеса. Как вы считаете, это большой штраф? Пишите в комментариях под этим видео. 3. Незаконное осуществление иностранцам трудовой деятельности в России. Мигрантов могут оштрафовать за работу в России без патента либо разрешения на работу. Как правило, иностранцев штрафовали без выдворения из России, учитывая коронавирусные ограничения. Иностранца могут оштрафовать, если он трудился вне субъекта РФ, на территории которой его был выдан патент или разрешение на работу. Размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей, а для городов федерального значения от 5 до 7 тысяч. Какие еще санкции могут получить знаменитые иностранцы, расскажет специалист по связям с общественной компанией «Роская» Ксения Иснова. Несколько лет назад французский актер Жерар Депардье получил гражданство Российской Федерации. Актер даже выпустил книгу под названием «Такие дела», в которой посвятил целую главу своему знакомству с нашим президентом. Тем не менее, сейчас Депардье хотят лишить гражданства за нелестные высказывания о действиях России на Донбассе. Такое предложение было внесено депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности в России. Как правило, нарушение заключается в несвоевременном увольнении работодателем иностранцем. Например, у мигранта закончился или аннулирован патент для разрешения на работу. Размер штрафа для юридических лиц составляет от 250 до 800 тысяч рублей либо при остановлении деятельности до 90 суток. Задержка работодателем в сообщении о прекращении трудового договора с иностранцем даже на один день не освобождает его от штрафа. В суде бизнесмены пытаются доказать, что при устройстве на работу они не проверили документы. Трудоустройство иностранцев на работу по устной договоренности с бизнесменом может стоить последнему штрафа в 125 тысяч рублей. Нарушение иностранцев срока обращения за патентом По общему правилу, иностранец должен обратиться за оформлением патента в течение 30 календарных дней с момента въезда в Россию. Если пропустить этот срок, то его могут отштрафовать от 10 до 15 тысяч рублей. Предоставление ложных сведений по иммиграционному учете. Штраф грозит работодателю за направление в МВД ложных сведений об иностранце либо подложенных документов. В каких случаях и в каком размере, расскажет юрист компании «Роско» Диана Рзаева. Например, работодатель неверно указал место пребывания иностранца. Размер штрафа на компании может составить от 350 тысяч до 800 тысяч рублей, а на ИП от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите в комментариях к нему. Юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова